Здравствуйте! В эфире новостной выпуск «День за днём» в студии работает Олег Соловьёв. В сегодняшнем выпуске. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, этой работы особо никто не видит и, к сожалению, не особо ценит. Волонтёрская акция «Протяни руку» пользуется популярностью у десногорцев. Очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 22 декабря. По сообщениям городских служб, эпидемиологическая обстановка в городе остаётся сложной. На этот день нарастающим итогом в Десногорске 1543 случая заболевания ковидом. Это данные ФМБА России. Всего выздоровело 1007 человек, 60% в год заболевших. Умерло 13 человек. За прошедшую неделю заболело 118 человек. По возрастам основного болеют взрослые. На койках ковидного госпиталя в медсанчасти 99 человек. Ежедневно в регистратуру поступает более 150 звонков. Скорая помощь работает тремя бригадами. Обычный режим работы поликлиники, укомплектованный обычным штатом, это 60 вызовов. Сейчас их 200, этих вызовов. Соответственно, на каждый вызов нужно реагировать. Люди сидят, вот сейчас у нас работают на обзвоне, ну, вот сегодня 5 человек сидит. Дозвониться до всех, наверное, невозможно. Сразу, как того люди хотят. Поэтому нужно понимать объем работы, который выполняет медсанчасть. К сожалению, этой работы особо никто не видит и, к сожалению, не особо ценит. На дистанционном обучении по ковидному признаку находятся 120 школьников. По одному классу в первой, третьей и четвертой школе, два класса во второй школе. Кроме того, шесть классов выведены на дистанционное обучение по признакам ОРЗ. Это еще 130 человек. В целом, заболеваемость по школам составляет в среднем 9%, не превышает обычный показатель. По школам, по сотрудникам ситуация не очень хорошая в первой школе. 50% руководящего состава находится на больничном состоянии. И 100% это 4 человека из 4 руководящих работников школы номер 3. Текущие особо санитарные меры в Десногорске будут продолжены и дальше. С 9 октября в Десногорске действует волонтерская акция «Протяни руку». Добровольцы доставляют лекарства на дом тем, кому выходить на улицу крайне не рекомендуется. В первую очередь, это люди старшего поколения, а также те, кто не смог уберечься от ковида и гриппа. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, ваше лекарство. Нужно заполнить бумажечку, все паспортные данные и назад в пакетик ее положить и нам оставить. Ага, спасибо. Чтобы было безопасно для нас, волонтеров, мы не передаем в руки, не подходим ближе, чем на полтора метра к человеку, которому принесли пакет. Оставляем возле дверей, они заполняют, потом мы обрабатываем пакет антисептиком и кладем в сумочку. Акция «Протяни руку» проходится в местной Десногорской медсанчастью. Там подготавливают наборы лекарств для каждого больного, а волонтеры доставляют посылки по адресам. Таким образом, удается разгрузить как медицинский персонал в больнице, так и обезопасить случайных прохожих, с которыми больной может контактировать на улице. За время проведения акций лекарства доставлены более чем 500 горожанам. В основном это люди 65+, ну и те, кто болеет ковидом, то есть там разные и дети, и взрослые, бывает вся семья. Доставка лекарственных препаратов добровольцами штаба осуществляется по будням с 17.30. Телефон горячей линии 8 920 310 88 03. В завершении выпуска прогноз погоды. 24 декабря в Десногорске пасмурно, небольшой снег. Днем минус один, ночью минус три. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт desnadefistv.ru. Всего доброго!